Продолжение. Я перечисляю статьи Конституции Российской Федерации, которые были нарушены в отношении меня во время террора моей личности. Статья 23 Конституции Российской Федерации. Это уже 9 статья, которую я перечисляю. Каждый имеет право на прикосновенность к частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. У меня на данный момент никакой частной жизни нет. Я нахожусь в каком-то электронном рабстве, так можно сказать, под контролем постоянно. И мне это демонстратирует звуками, шумами. То есть соседи, я иду в кухню, они идут за мною. Топ-топ-топ. Я иду туда, это все демонстративно. То есть нарочно не придумаешь. Я долгое время не хотела сама себе в этом признаваться, что это происходит. Мне было неудобно об этом говорить, но на самом деле это происходит. И все-таки я вынуждена говорить, потому что это не проходит. И как бы это ни звучало нелепо, но это происходит. Следующая статья. Статья 23 Конституция, часть 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефоны, переговоры, почтовые, телеграфы и иные сообщения. Ограничение этих права допускается только на основании судебного решения. То есть, как я уже говорила, переписку и телефонные разговоры мне также демонстратируют то, что они знают, что у меня в телефоне абсолютно. То есть никакой там конфиденциальности нету помимо. Статья 24. Сбор, хранение и использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускается. Здесь очень интересно, что когда я наблюдала, как начался террор, вот он длится, многие люди пытаются втереться в мою дружбу. И не то, чтобы втереться, со мной поговорить. Выяснить мое мнение по поводу того или иного, просто поговорить. И потом уже непосредственно то, что я скажу, мне будут преподносить другие люди. Вот я поговорила с одним человеком, и потом мое мнение мне начинает диктовать совсем другой человек из другой страны. Допустим, вот такая ситуация. Например, я, когда начался коронавирус, я говорю, ну я посижу дома, береженого Бог бережет. В этот же день, через час я начинаю переписываться с человеком из Испании, он мне говорит, я сижу дома, береженого Бог бережет. Вот, то есть демонстратируется и так каждый раз, то есть только я сказала какую-то фразу, мою фразу, и каждый раз мне повторяются то, что дают знать, то, что они видят меня, они знают, что я делаю, что я говорю, как бы, то есть нарушая вот статьи, очень многие статьи. Потом, статья 25 Конституции Российской Федерации. Жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе, как в случаях, установлен федеральным законом. Итак, мое жилище было взломано, у меня есть видео, я выставляла, и в моем жилище, скорее всего, напишено, как бы, видеокамерами. Я покупала устройство, проверяла, оно пищит, но я, собственно, так и не поняла, если где-то и есть видеокамеры, я их так и не знаю, как их устранить. Статья 28 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповеди, индивидуально или совместно с другими, любую религию или не исповедовать никакое. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения, действовать в соответствии с ними. Мне хотели навязать, значит, данная группировка мне хотела навязать то, что Бога нет. Когда они мне включали пытку радиосон, после приезда, прилета из Америки в Москву, они мне включили радиосон, я спала 10 дней, ничего не ел, не могла встать с кровати. И в этом состоянии они, в общем, кричали мне, прям становились под подъезд, я живу на седьмом этаже, и вот, представляете, они стояли, кричали, и не раз, и целыми днями там Бога нет, Бога нет. Я выхожу на улицу, идет мать с ручкой, ну, с ребенком, и она говорит, ну, Бога же нет. То есть, вот такое вот шоу, мне приходилось видеть шоу моральных уродов, я называю это. Статья 29 Конституции Российской Федерации. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. А вот здесь очень интересно. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Данная группировка мне постоянно показывает знак, вот так вот. И когда я начинаю разговаривать, то, что моя личность терроризируется, они в интенсиве начинают мне показывать вот эти вот знаки, молчи, молчи. Ну, чего молчи, ребята, вы надо мной издеваетесь, пытаетесь уничтожить мою жизнь, уничтожаете мою жизнь, пытаетесь, бьете мне по ногам, как бы, энергетическим оружием, пытаетесь меня сделать инвалидом. Если вы нарушили мою частную жизнь, я не буду молчать, кем бы вы там ни являлись и сколько бы у вас денег не было. Следующая статья. Следующий пункт. Статья 29, часть 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расово-национальную и религиозную ненависть в рожду. Запрещается пропаганда социального, расово-национального, религиозного или языкового перевосходства. Тут, получается, данная группировка, у них есть мышление, что они превосходят, они какие-то избранные или они намного лучше меня, потому что у них прав намного больше. И за счет этого они, 18 статей Уголовного кодекса, которые я перечислила ранее, они не соблюдают, они нарушили. Они также нарушают Конституцию. У меня вопрос, для кого Конституция, если большое количество людей ее не соблюдает и они нагло терроризируют других личностей? Для кого вот это вот создано? Для кого Конституция, для кого Уголовный кодекс? Если на данный момент существует международная группировка, которая просто берет личность и терроризирует, а когда человек начинает говорить об этом, то, что он подвергается шпионажу пыткам и издевательствам, они говорят, ты больная, иди лечись. И когда человек обращается в проохранительные органы, ему никто не помогает. Дальше я перечислю следующие статьи, которые были нарушены в отношении меня. Продолжение следует...